Здравствуйте, уважаемые зрители-покупатели! Я рад сообщить вам, что мы наконец-то открыли второй интернет-магазин по продаже биозерна, а в будущем еще и биомуки и биохлеба из нее. У нас уже есть и мельницы с каменными жерновами, и русские печи. Сейчас идет доделка и отделка этих помещений, а о строительстве этого комплекса, хранилищ, печей и прочей инфраструктуры я сделаю отдельное видео, и вы сможете его посмотреть на моем YouTube-канале «Жизнь на земле» в ноябре или декабре 2022 года. А уже сейчас вы сможете перейти на наш сайт nadgard.net и приобрести около 20 видов первоклассного органического зерна круп и бобовых культур, а еще и элецкую каменную соль, добытую из штольних, и затем дробленую до мелкого помола, и ракушку кормовую для кур, и для почвы растений, там много разных применений. Так вот, этот склад уже полностью готов к работе, изысканно отделан, скоро вы увидите его фотографии, в том числе засыпок, хранилищ зерна. И я вам эти фотографии прокомментирую. Вот наш новый сайт nadgard.net. Прочтите потом условия заказа в разделе «Доставка и оплата». Ссылку на этот раздел я тоже оставлю под этим видео, которое вы сейчас смотрите. А сейчас я расскажу вам кратко о нашем хранилище для зерна, откуда будут идти продажи. Вы увидите, как зерно хранится, какие условия, а также эстетику и наш подход к этому делу. Все зерно с биосертификатами от моих старых надежных поставщиков, производителей, моих коллег, так сказать, по цеху, из разных уголков России. Можете быть абсолютно уверенными в том, что это зерно ничем при его выращивании не обрабатывалось, то есть ни сами растения, ни почва, ни в хранилищах химии никакой не пересыпалось и не обрабатывалось. Будьте уверены в том, что это зерно точно такого же качества, как и то, что было 200-300-500 лет назад. Один в один. Кстати, у нас есть и старинные русские сорта той же пшеницы, например, полба из спельта, твердые сорта. Но об этом чуть позже. Я вам перечислю все, что у нас сейчас есть в наличии. Ну что ж, дорогие друзья, посмотрите пока первый из наших хранилищ, откуда вам будут собираться и отправляться ваши заказы. Обратите внимание на чистоту, гигиену. У нас каменные стены из клинкерного кирпича, керамическая плитка на окнах, у нас керамогранит особой прочности на полу. Помещение отапливает большая железная собственной конструкции печь, а также скоро мы будем ставить чугунные радиаторы. Вы видите засыпки, они из дерева. Дерево ничем не обработано, оно камерной сушки, это сосна. Никакого пластика здесь нет нигде. Потолки деревянные, сосновые, обработанные пропиткой зар на основе льняного масла. Далее вы видите непосредственно сами засыпки, от малых до великих. На данном кадре вы видите пшено, великолепное чистое биопшено. Кстати, пшено не содержит вредных белков, лектинов, которые вызывают воспаление в организме, и это, пожалуй, чуть ли не единственный такой злак. Но пшеная каша на Руси всегда издревле ценилась. Обратите внимание, что внутри хранилищ нет никаких металлических предметов, я имею ввиду гвоздей-саморезов. Все это сделано так, что внутри зерно соприкасается только с сухим деревом. Более того, все эти засыпки клети стоят на специальных брусках, то есть естественное проветривание идет со всех сторон, зерно дышит. Вот вы видите перед собой что-то черное, да? А это знаете что? Это черная чечевица. Уникальный, полезнейший питательный продукт, очень богатый белком, там есть практически все незаменимые аминокислоты. По своей пищевой ценности черная чечевица не уступает даже сою. Ну, сои, вы знаете, сейчас практически вся гена модифицированная, поэтому про нее говорить не будем. Вот она черная чечевица. На окнах у нас стоит небольшая коллекция уникальных различных изделий, в том числе весы, о которых я далее чуть покажу отдельно. Вот одна наша мельница на каменных жерновах. Ее масштаб по кадру трудно оценить. Засыпка высотой 2,5 метра, а вот эта мельница по высоте 1,60 метра, весом более 300 килограмм. Весь корпус полностью из массива бука. Внутри пищевая нержавеющая сталь, а жернова каменные, но не гранитные, не переживайте. Но об этом будет отдельное видео, когда речь пойдет про муку. Вот другие наши засыпки. Есть маленькие, есть очень высокие, огромные, вместительные, которые на десятки тонн зерна. Обращайте внимание на чистоту. В некоторые засыпки возможно залезть только вот по такой приставной, на колесиках, пятиступенчатой лестнице. Или вот как в эту засыпку по лестнице с таким узким проходом, между каменной кладовкой и, соответственно, стеной здания. Вот посмотрите, как хранится пшеница, рожь и другие культуры. Посмотрите на качество дерева, чистоту, надежность конструкции. На этом кадре я стою вот на парапете, это пятая ступень от пола. Внизу вот этих огромных засыпок у нас такие задвижки. Ну, по сути, шиберы. Они открываются вверх, и зерно высыпается, специальные лотки подставные. Ну, таблички пока временные, мы потом поставим красивые металлические с гравировками. На этих кадрах и горуха, и чечевица. Но, впрочем, я вам весь список оглашу чуть позднее. А вот здесь на окне из специальной марки нержавеющей стали, да-да, их тоже много марок, и тут есть свои хитрости, нам сделали по спецзаказу вот такие формы, без всяких антипригарных этих гадостей внутри. Для выпечки уже хлеба. Это очень тяжелая трехмиллиметровая нержавейка. Когда буду делать видео про хлеб, я обязательно про это расскажу. Но мои старые зрители, зная мой перфекционистский подход ко всему, уже догадываются, наверное, что и в данном деле, даже я скажу вам наперед, что еще в большей степени, мой подход бескомпромиссный по отношению к качеству, технологиям и так далее. Кстати, окна здесь не пластиковые, а алюминиевые. К моменту начала работы магазина все эти картонные коробки, пакеты будут убраны из этого склада в другой, но просто хотел показать, что в таких упаковках будут приходить вам заказы. То есть и упаковка будет, разумеется, экологически чистая, перерабатываемая. Обратите внимание на качество данных подъемных ворот. Это полностью алюминиевая конструкция, покрашенная в мой любимый RAL 8017, коричневый цвет, особо прочный, теплый, с очень качественным, дорогим, верхнего расположения бокового подъемного мотора. Это уже профессиональные ворота, просто хотел, чтобы вы посмотрели вот само качество. От кирпича, стыков всех, соединений, вот этот подход у меня во всем. Кстати, свет у нас нашего производства тоже, про это было у меня видео, вот оно, про наши уникальные лампы любого назначения от выращивания растений до освещения помещений с полным солнечным спектром, чтобы все сотрудники, как говорится, не портили зрение, все было качественно на уровне. И в завершении просто хочу сказать, вот такая ретро-разводка у нас, это выключатели для верхнего освещения, все остальное у нас на датчиках, в малых помещениях, перед входом и так далее. А это, так сказать, для антуражу, для красоты. Вот такой есть электрический подъемник платформа передвижная, поскольку здесь не может быть никаких газов, соответственно, выхлопов от машин. Так что вот эта желтая тележка, это одна из шести видов нашего электротранспорта в хозяйстве. На этой фотографии вы можете видеть, какое количество осветительных, мощных 80-ваттных ламп светодиодных у нас здесь находится. То есть больше, чем необходимо по нормативам для качественного света. А слева на одном подоконнике видны весы. Вот, посмотрите, это старинные весы идеальной сохранности 1903 года. При данном хозяйстве у нас еще будет музей. У меня уже очень много уникальных экспонатов. И машинка механическая 19 века, на которой делали леденцы, и шоколадные мантпассиэ, ну и так далее. И об этом тоже будет отдельное видео. Ну вот и все, что я сейчас вам хотел кратко показать. Для понимания моего подхода к делу, до каждой мелочи, до каждого миллиметра, этого вполне достаточно. Надеюсь, вы все поняли, по крайней мере, новые зрители. Ну а старые и так, как говорится, не сомневались. Ну что ж, теперь я расскажу вам о видах зерна, бобовых, семян, круп. Ну а потом в завершении про то, как вы можете оформить, сделать свой заказ и получить его. Условно, наши все позиции разнесены по разделам. Вот вы можете увидеть перед собой разделы. Это зерно, бобовые семена, крупы, мука, но муки пока нет хлеб, он будет позже, конечно, и прочее. Прочее это как раз каменная ледская соль, экологически чистая. Это ракушка органическая, дробленая из Дагестана, для кормления кур, других видов птиц, и для добавления в горшки растений, и для грядок, для получения кальция, кремния и других минералов из этой дробленой ракушки. Ну а сейчас о зерне. Итак, биокукуруза. Можете быть уверенными на 100%, что это не генно-модифицированная кукуруза, а старые сорта, выращенные по органической технологии. Это, конечно же, голозерный овес, который идет уже без шелухи, он такой растет, его не отшелушивают, естественно, он прорастает, и все наши злаки можно использовать для проращивания. Далее, это полба. Это старинный сорт русской твердой пшеницы. Помните у Пушкина сказка о папе и работнике его «Балде», что «Есть же ты мне давай вареную полбу». Вот речь шла об этом в старинном русском сорте. Ну, конечно же, спельта, конечно, пшеница яровая, рожь двух видов. Ну, это просто с двух разных хозяйств. Вы можете попробовать один вид биоржи и другой вид, какой вам больше понравится в проращивании или в личном размоле, выпечке хлеба на основе первого и второго сорта. Теперь переходим в раздел «Бобовые». Ну, и вот здесь вы видите и зеленый горошек, уже дробленый, ну, половинки в смысле. Нут – такой вид бобовых. Чечевица – зеленая. Чечевица – красная. Чечевица – черная. Три вида чечевицы. Конечно, по питательным свойствам самый высший класс бал – это, конечно, черные. Но, однако, и красные, и зеленые великолепны. Можно совмещать в каких-то, скажем, супах или виде тушеных. Пожалуйста, все виды вместе. Теперь откроем раздел «Семена». Здесь вы увидите амарант, коноплю, белый лен и расторопшу. Ну, расторопша в основном используется как гепатопротекторное средство. И она у нас давно продается на нашем главном сайте nadgar.ru, но здесь тоже будет. Теперь смотрим крупы. Это зеленая гречка. Это проса. И это пшено. Ну, а как будут поступать какие-то другие виды? Если, например, круп, та же манка, она будет у нас обязательно. Или перловка, но только био, конечно. То мы обязательно разместим их здесь на сайте. Заходите периодически, смотрите этот сайт. И теперь самое время рассказать вам о заказах. Да, ну, то есть, как вы можете их сделать? Все очень просто. Заходите на наш сайт nadgar.net. Ссылка будет под этим видео. Заказы ваши принимаются круглосуточно, автоматически. Обрабатываются на следующий день от их поступлений. Отправки будут осуществляться из Пушкинских горб Псковской области, где и находятся наши данные хозяйства в любые города России, компании СДЭК, два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Но есть возможность отправлять ваши заказы и в другие страны. Оптовиков я тоже приглашаю к сотрудничеству. Для жителей Москвы есть и другой вариант получения вами заказа. В разделе «Доставка и оплата» на нашем сайте это указано. А именно то, что есть два фактических магазина. Их адреса в Москве там даны. И сайт этих двух магазинов с доставкой по Москве и тоже по России. Цены на сайте указаны от одного килограмма и от количества идут уже со скидками. Под каждым товаром вы это увидите, ну, на те товары, где скидка возможна. А они порой весьма очень существенные. Итак, минимальная сумма заказа на данном сайте от 3000 рублей. Но прошу по возможности делать заказы на большие суммы, так как с мелкими заказами заниматься нерентабельно. Не буду все объяснять подробности и говорить, почему другим интернет-магазины хоть на 100 рублей отправляют. Это их дело. У нас другие затраты, другие реалии, другое качество товара, подход. Другие люди работают. То есть, которые и не пьют, и не курят. И совершенно иного мировоззрения с иными мыслями и так далее. Это тоже очень важно для многих будет, но, поверьте, из этого из всего складываются и наши совершенно естественные ограничения. Сравнивать нас нельзя ни с кем. Это совершенно другое хозяйство, другой мир, другое отношение к делу. Ну, а подробнее о условиях доставки оплаты вы можете прочесть в разделе «Доставка и оплата». Ссылку на этот раздел я вам оставлю. Я советую зерно закупать впрок, так как оно хранится при правильном хранении столетиями. И это стратегический продуктовый запас, как говорится, на всякий случай. Я очень советую вам подписаться на рассылку. На любой страничке, попадая на наш сайт nadgar.net, в самом низу написано «Подписывайтесь на свежие новости». Вводите свой e-mail и нажимаете кнопку «Подписаться», и вам будут приходить уведомления о выходе наших новых каких-то товаров, видео, может быть, статей, фотографий. Так что не пропустите. Обязательно подпишитесь на наши новости. В завершение хочу сказать, что проект данный, конечно, уникальный, аналогов он, в общем-то, в России не имеет. Но, по крайней мере, по своим сводным, то есть всем составляющим, характеристикам воедино, и по особому бескомпромиссному подходу в экологичности, безопасности, в гигиене, и по ассортименту, и по масштабу, безусловно, можно заявить прямо, аналогов, конечно же, нет. Ну что ж, дорогие друзья, мы ждем ваши заказы. Да, есть те люди, которые не потребляют эти продукты. Кто не ест хлеб, кто не варит никакие каши, понятное дело. Но для тех, кто это ест, кто это варит, делает, уж безусловно правильнее, разумнее, лучше, что люди будут есть абсолютно экологически чистые продукты, качественные, не изгаженные ни химией, ни плохой мертвой энергетикой злобной, что тоже не менее важно. Вы видели, в каких условиях храниться, с какой любовью и трудом все это сделано, какое качество и какая красота. Это наш подход к делу. Предлагаем вам насладиться самыми лучшими в данных категориях продуктами в нашей стране и, конечно же, во всем мире. Потому как наши российские злаки, псевдозлаки, крупы, семена, безусловно, лучшие, если мы говорим о старых сортах и о органическом исконном земледелии. Всего вам самого лучшего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok